Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители, жители и гости Карачаева Черкесии! На календаре 17 июня, пятница, и мы продолжаем наше телевизионное утро. Встречаемся мы с вами накануне профессионального праздника медицинского работника. И этой теме посвящаем нашу сегодняшнюю программу. В студии меня уже ожидает замечательный гость. Ну а пока прогноз погоды на нашем канале. Субтитры предоставил DimaTorzok Дорогие друзья, этим утром в нашей студии замечательный доктор, с помощью которого выросло не одно поколение наших ребятишек, в том числе и телевизионных. Заслуженный врач Карачаева Черкесской Республики, главный врач многопрофильной республиканской детской больницы Тамары Ахматовны Лайпановы. Здравствуйте! Здравствуйте, наш дорогой доктор! Рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо большое, Галина! Спасибо! Мы с вами встречаемся накануне вашего профессионального праздника, Тамары Ахматовны. Праздника всех медицинских работников. И поэтому сегодня мне очень хочется вас и в вашем лице всех наших медиков поздравить. Поздравить и пожелать, как вот ни странно, всем здоровья. Всем здоровья. И вот опять, как ни странно, поменьше работы. Пусть у вас будет меньше пациентов. В вашем случае пусть будет меньше больных ребятишек. Чтобы у вас было меньше забот, как у главного врача в больнице. Чтобы у ваших специалистов было время отдохнуть. Ну, а в общем, всем большого счастья и больших успехов в вашем нелегком труде. Спасибо большое, Галина! Очень хорошее пожелание, чтобы у нас было меньше работы в плане лечения заболевших детей. А больше работы в плане профилактики их здоровья, чтобы они не болели. Спасибо вам большое! Я очень рада вас видеть. Тамара Ахматовна, сегодня очень много молодых родителей находит в массу всяких причин и поводов не вакцинировать своих малышей. Может быть, вы какой-то анализ проводили? Почему? Как вам кажется? Вы знаете, конечно, еще как. Я ежегодно делаю, год заканчивается, и у нас есть так называемая четная форма по вакцинации детского населения. Ну, я по городу Черкесску делаю. И мы по возрастам делаем, кто привит против дифтерии, кто привит против инфекций, которые опасных инфекций, которые декларированы национальным календарем прививок России. И с каждым годом эта цифра вакцинированных меньше и меньше. Что такое вакцинация? Что такое национальный календарь прививок? Это инфекционная безопасность страны, это инфекционная безопасность общества, это инфекционная безопасность каждого человека. Вот следующая мысль. Все время говорим, вот коллективный иммунитет, уже на слуху после вакцинации коронавирусной инфекции, вот коллективный иммунитет. Не все могут вакцинироваться. Есть дети и взрослые, у которых есть противопоказания к вакцинации. В данный момент чем-то болеет, только что перенес операцию. К сожалению, есть и заболевания очень сложные, тяжелые, в детском возрасте, онкогематологии и так далее, когда мы не можем прививать. Что же им делать? Их защищают те, которые привились и создали коллективный иммунитет. И вирус или бактерия, они не могут эту, как мы в детстве играли, палочку передавали друг другу, они не могут передавать, потому что привитой уже все, на нем замыкается цепь. А когда вакцинация падает, вот она упала, она должна быть 95% у детей. Вот она упала, не дай бог, пока не упала до 90, до 91, до 80, уже будет некому палочку передавать здоровье. И родители, которые, я на любых выступлениях это говорила и буду говорить, родители, которые не прививают своих детей, пусть поблагодарят тех, которые прививают. Это они создают своими знаниями, своим отношением к своему ребенку, как человеку с правами, который имеет право на здоровье, в том числе и посредством вакцинации. Вот эти родители защищают и их детей косвенно и прямо. То есть в любом коллективе, когда привитых больше, непривитые, как бы находятся внутри вот этой защиты. И пока есть родители, которые вакцинируют своих детей, и чем больше их будет, то остальные будут рассуждать, что вот вакцина это вредно и так далее. Вот это тот самый вопрос, который я вам задала. Чем они мотивируют свой отказ? Что они говорят при этом? Бесполезно, не верю, не хочу, потому что это мой ребенок, и я в праве решать, нужно это ему или нет. Ну, во-первых, решая за своего ребенка, который не может за себя решать, надо сто раз подумать. Те родители, которые не вакцинируют, они на самом деле нарушают права своего ребенка на здоровье, иногда и на жизнь. Нехорошие заболевания полиомелит, фатальные заболевания, дифтерия, столбняк, корь, гепатит B. Вот всю жизнь этот ребенок не проживет в сундуке или в пещере. Надо социализироваться, надо идти в садик, надо идти в школу, надо идти потом, 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 поэтому... С чем это связано? Вот есть такой постулат о любой науке, о любом разделе медицины или науки должен говорить свое мнение профессионал. О звездах-астроном, там о кардиологии-кардиолог, о вакцинации, человек, который занимается этим. То есть мнение должен высказать человек, обладающий специфическими знаниями в этой области. Вы же не идете лечить зубы к ветеринару, вы идете к стоматологу. То есть тут примешалось вот со всеми плюсами и минусами вот это лжеинтернет-образование. Если бы интернет-образования было бы достаточно, закрыть мединститут, получаете образование, оперируете себя. Нет, все-таки каждый должен заниматься своим делом. Особенно обидно, особенно обидно, когда медицинские работники являются антипрививочниками. За рубежом в развитых странах с ними расправляются очень легко. Любой врач или медицинский работник, который высказал свое мнение против прививок, лишается лицензии. Почему? Это он лишил кого-то права на здоровье, он лишил кого-то права на жизнь. Вот те, которые агитировали, не вакцинироваться от ковида, скольких они убили? Всевышний все знает. Понимаете? Вот человек с хроническим заболеванием, который испугался вакцинации против ковида, попал на ИВЛ. И предсмертный, наверное, вздох. Я знаю таких, которые были. Почему же я не привился? Понимаете? Поэтому тут вот это пошло отсутствие, в хорошем смысле этого слова, цензуры. Какие-то вирусологи появились, какие-то непонятные эти появились, со всех такие хорошо поставленные. Ну, такое ощущение, но если теорию заговоров применить, вот население, детское население России, хотят прямо, чтобы болело, чтобы это... Давайте я тоже применю теорию заговора. Они хотят, чтобы ваши дети болели, поэтому эти ролики выпускают. Хотя я не сторонница таких, но в данном случае прям хочется быть сторонницей. Ну, я вижу, что вы не меняете своим взглядом и остаетесь... Это наука. Дважды, дважды, четыре остается при любой ситуации. Может, там в любых параллельных мирах что-то такое, но мы-то живем здесь. Здесь это наука, это не вера. Вот я верю в вакцинацию, а я не верю в вакцинацию. Но это наука. Ну, а если все-таки мы вернемся сейчас именно к тем обязательным прививкам, которые необходимо делать маленькой лялечке уже при рождении. Какие-то прививки? Давайте мы все-таки еще раз напомним. Вот смотрите, национальный календарь прививок. Есть обязательный, основной календарь прививок. А есть дополнительные по эпид-показаниям, например, от клещевого энцефалита, от бешенства, там, укусили и так. В основной календарь прививок России входит 12 вакцин. А есть страны, где 16-18. Ну, завидно становится, когда оттуда приезжают, что у них и менингококковая есть, и оспа есть, и гепатит А есть, и ротатек есть, и вирус папилломы человека, рак шейки матки есть. Вот завидно становится. Но у нас пока 12. У нас сказать, что календарь прививок такой плохой нет. Он хороший календарь прививок. Он недавно обновился, приказы 11-22. Там уже обязательная вакцинация стала и против гемофильной инфекции. Это БЦЖ в роддоме. Непосредственно в роддоме почему? Потому что в России еще ситуация по микобактерии туберкулеза не совсем такая спокойная, чтобы ребенка выпускать из роддома без вакцинации против туберкулеза. Единственная вакцина, которую можно схватить за руку, смотришь левое плечо, там рубчик. Это защита от туберкулеза. Делают в роддоме гепатит В. Почему? Прямо он родился, а гепатит В делаете? Вы представляете, этот вирус попадает в организм ребенка, если у мамы есть вирус гепатита В, а до сих пор, я каждый год отчет по гепатиту В делаю, 3-4-5 мам HBS антиген положительных мелькают. Вот эта мама, у нее очень много вируса может быть в родовых путях. И когда тесно контактируя с родовыми путями мамы, ребенок выходит, ну одного-двух вирусов достаточно, чтобы ребенок заразился. Когда мы вакцину против вируса гепатита В получили, это были 2000-е годы, и работали с очагами, мы тогда не всем делали, только детям до года. Я была ошеломлена в очаге, если имелся больной вирусом гепатитом В, отец, мать или кто-то, за год заражались все. Оказывается, через расческу можно. Это высококонтагиозный вирус. ВИЧ надо постараться, там или массивное переливание крови, или извращенцем, наркоманом быть. А вируса гепатита В, одного-двух единиц вирусных, достаточно заразиться. И они заражались за год, и поэтому это великое дело. Но вирус, попадая в организм человека, вот ребенок родился, по пути получил, через 24 часа он ищет, у него любимый орган – печень. Вот он должен туда попасть. И до того, как он туда попадает, мы делаем вакцину, все, дорога закрыта. Ребенок будет здоров. Я бы видела в жизни детей своей, но я так давно уже работаю, будучи студенткой, я это тоже везде рассказываю. Как ребенок умирал, 6-месячный, от вирусного гепатита В во время моей учебы. Запах печени никогда не забуду. В палате у него разлагалась печень. То есть это надо вот видеть эти болезни, чтобы профилактировать. Поэтому вакцинация – это как бы один из неотъемлемых составных частей здоровья человека. Ученые утверждают, что плюс 20 лет активной, здоровой жизни дает человеку вакцинация. Любая инфекция, тяжело перенесенная инфекция, отбрасывает организм назад. Еще надо восстанавливаться, еще надо приходить. Это связано и здоровье, интеллект, все это взаимосвязано. Тамара Ахмадовна, слушаю вас и в очередной раз убеждаюсь на тему вакцинации, профилактики. С вами можно говорить бесконечно. Это правда. И темы всегда найдутся, направления всегда найдутся. Ну, чтобы немножечко прервать вот такую нашу тему, я хочу предложить вам и вам, дорогие друзья, сейчас посмотреть небольшой сюжет, который сняла моя коллега Ольга Савенко. Этот сюжет рассказывает о потрясающем докторе, который, вот видимо, за счет своей такой многолетней практики уже сегодня он может ставить диагнозы без всевозможного современного оборудования, там всякого УЗИ, КТ и так. И практически на 95% его диагноз потом подтверждается, ну, более инновационными исследованиями. Замечательный доктор и земляки его называют врач от бога. Давайте посмотрим. С удовольствием, с удовольствием. Рабочий график педиатра, а по совместительству главного врача больницы Станицы Исправной расписан едва ли не по минутам. За день он принимает десятки малышей. Каждого маленького пациента знает в лицо. За плечами Дмитрия Матвеевича Мартыненко более 40 лет непрерывного стажа, 30 из которых прошли в исправной. Маленькие пациенты своего доктора любят. Для них он добрый айболит из знаменитой сказки. Секрет успеха Дмитрия Мартыненко прост. В арсенале детского доктора должны быть не только таблетки и микстуры, уверен он. Главное – подход к ребенку. Доброе слово. Но если ребенок пришел на прием и очень плачет, он всегда успокоит его, завлечет, а потом только начинает прием. Доктору нравится, он добрый, не кричит, не это. Говорит спокойно всегда. Сегодня бывшие пациенты Дмитрия Матвеевича приводят к доктору своих детей. В том, что поможет, не сомневаются. Я у него стояла на учете сама, и уже трое детей. Старшая уже учится, студентка, и двое, и вот младший. Всегда, если вызовешь, приезжает на вызов. Все время приезжает. В любое время? В любое время, да. Даже иногда приходится на выходных вызвать, и он приедет. У вас выходной, 10 часов вечера. Вы можете не поедать. Почему вы едете? Как? Вызывают врача, я обязан ехать. Но вы же можете отказаться? Нет. Не можем отказаться. Мы обязаны обслужить пациента. Взрослого, ребенка, любого пациента, если вызывает наш фельдшер в скорой помощи. Отказаться мы не имеем права. Обязаны помочь больному. Эти заповеди Мартыненко прочно усвоил во время учебы в Карагантинском медицинском институте. Окончив факультет педиатрии, работал участковым педиатром в Невиномыске. А в 1992 году, по предложению председателя колхоза Стригина, приехал в родную станицу. Дмитрия Матвеевича тут же назначили главным врачом. Это был правильный выбор. К тому времени он успел получить вторую специальность терапевта. В свое время я тоже находился почти год на больничном. Спасибо ему. Он больницу самостоятельно вел без практически участкового терапевта. Работал за всех, скажем так. Просто уважать его есть за что, этого человека. С тех пор так и идет. Как правило, у Дмитрия Мартыненко чаще всего нет ни праздников, ни выходных. Он всегда на посту. Однако в правильности однажды выбранного пути не сомневается ни минуты. В профессии много. Почему именно эту специальность вы выбрали? Что я здесь мечтал еще стать врачом? Сегодня главного врача станицы Исправной можно с полной уверенностью назвать универсальным земским доктором. Редко про кого-то говорят. К тому же это врач от Бога. Уверены коллеги и жители станицы. К нам привезли пациента с лесоповала. У него бензопилой была рассечена грудная клетка. А это как раз получилось на день медика. Но это где-то прошло уже лет 25. И мы с доктором вместе, и он, и я, провели ушивание грудной клетки. И через месяц нас пациент благодарил. Если честно сказать, от Бога. Диагнозы он ставит всегда 100%. Даже без рентгена. Пример был такой. У меня племянница, 87-го года рождения. У нее он первый, из которых он выслушал, что в нее врожденный падал сердце. Написал направление и отправили нас в Петербург. Сделали ей операцию на открытом сердце. И вот она теперь прекрасно себя чувствует, стала уже тоже мамой. Добрая слава Дмитрия Мартыненко стала решающим фактором для Надежды Лазаревны и ее мужа. Когда решался вопрос, где поселиться. Семья выбрала исправную, до сих пор не жалеет. Мы переехали из-за больницы, потому что мы два сердечника, оба больные. И в этой больнице нам оказывают квалифицированную, своевременную помощь. Сегодня к Дмитрию Матвеевичу за советами часто обращаются прямо на улице. Он никому не отказывает. Для него все станичники родные людям. Это замечательный человек. Это профессионально подготовленный врач. Он знает в станице каждого от новорожденного и до глубоких стариков. Врач – это не столько профессия, сколько призвание, уверен Мартыненко. Может, в этом и есть секрет его успеха? Это хорошее отношение к пациентам. Зато тебя будут уважать. А если не будешь относиться, как положено, то теперь не придут никто, как к врачу. Душу укладывать в свою работу. Тамара Ахматовна, благодарю вас за то, что вы нашли время, сегодня пришли к нам в студию. Очень рада вас видеть, ну просто как очаровательного человека. Такого классного, грамотного, высокопрофессионального. И всегда очень приятно с вами беседовать. Я в вашем лице еще раз хочу поздравить все наше медицинское сообщество с наступающим Днем Медицинского Работника. Будьте здоровы, будьте счастливы. Главное, не изменяйте свои профессии. Вот последние годы еще в тысячный раз подтверждать, как вы нам нужны. Спасибо большое. Спасибо большое. И вам здоровья, здоровья и здоровья. Только профилактика. Спасибо. А вам, дорогие друзья, я напомню, что сегодня гостем нашей студии была заслуженный врач Крачаевой Черкесской Республики, главный врач Республиканской многопрофильной детской больницы Тамара Ахматовна Лайпанова. Медики, еще раз с наступающим вас профессиональным праздником. Ну а я прощаюсь и до свидания. До новых встреч в эфире.